Выборы на Кубани, в том числе и в Славянском районе, признаны состоявшимися. По данным Крайизбиркома, на выборах губернатора победу одержал действующий глава региона Вениамин Кондратьев. Его поддержали более 82% жителей Кубани. Что касается муниципальных выборов, то главой Ачуевского сельского поселения вновь выбрана Елена Теленьга, а главой Коржевского сельского поселения Людмила Трегубова. Также подведены предварительные итоги выборов депутатов районного совета 7-го созыва. Более подробно о том, как и за кого голосовали славянцы, нам рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Славянская Анатолий Чумаков. 13 числа состоялись выборы губернатора главы Краснодарского края, состоялись выборы депутатов совета муниципального образования Славянский район и выборы глав двух поселений – Ачуевского и Коржевского сельских поселений. В целом выборы признаны состоявшимися, избиратели приняли активное участие в выборах, особенно такую большую активность у нас проявили жители сельских поселений. В целом явка по району составила более 75%. За губернатора у нас в районе проголосовало более 84% избирателей. За главу Коржевского поселения, за главу и Ачуевского сельского поселения проголосовало более 95% избирателей. Ну и также избран совет муниципального образования Славянский район в количестве 33 человек. В состав совета вошли один представитель, который выдвинулся путем самовыдвижения, один представитель от КПРФ, один представитель от ЛДПР и два человека от «Справедливой России». И 28 человек – это представители «Единой России». Так что выборы прошли без замечаний, без нарушений. Жалоб в территориальную избирательную комиссию в течение трех дней голосования, двух досрочных и основного дня голосования не поступало. Если какие были замечания на избирательных участках, они тут же ликвидировались, они тут же устранялись. И поэтому все присутствующие на избирательных участках представители, это и наблюдатели, и члены комиссии справа совещательного голоса сказали, что нарушений не было, что выборы прошли честно, справедливо, согласно законодательству.